всем привет с вами июля сегодня 31 марта самое время подвести итоги за этот месяц и хочу начать я с моих мелочей я решила себе сделать такую корзинку с весенней тематикой с небольшими прикладными какими-то вещицами маленькими изделиями и вот потихоньку моя корзинка формируется пока еще на не полностью сформирована потому что вот мелхилки к примеру они у меня не оформлены нет задников еще как бы руки не дошли до этого момента но тем не менее показывал вам то что есть на сегодня так как она стоит тоже в общем-то достаточно ярко и вдохновляющий даже вот вот так вот как бы полуфабрикате и в этом месяце у меня был просто месяц может так сказать месяц мелхила я очень редко вышиваю мелхил запасов у меня как таковых нет и вот мне так захотелось мелхилок я заказала на один два три стич вот три таких наборчика зайка лейка и бабочка вот и как только я их получила я сразу принялась за работу первым моем из моей руки пришел зайчик он мне сразу очень очень сильно понравился и я не ошиблась зайка это конечно но это такое удовольствие его вышивать и также удовольствие его лицезреть просто великолепная разработка красивый бисер все здесь очень интересно мне понравился вот этот хвостик пришивной он вышивается отдельно и отдельно пришивается есть вот такой вот красивое сердечко шармик смотрите какой зайка чудесный в наборе шла цветная основа предлагалось вышивать именно на лавандовой основе но я взяла белую сторону и я думаю не ошиблась он у меня такой воздушный беленький пушистенький у нас даже усики есть вот они вот такие усишки пока здесь просто вот иголочка с обратной стороны воткнута и он у меня просто селится где-то в любом месте может поселиться потому что есть и иголочка втыкается либо в борт корзинки либо вот так дальше что еще у меня здесь выполнилось вторым изделием у меня вышел ослейка лейка это у меня конечно здесь был полный провал их в моем понимании потому что я здесь перепутала желтый цвет потом долго разбиралась бисером его рассыпала пришлось его там собирать а он перепутался я уже не смогла отделить вот какой-то желтый с желто-зеленым вот такой вот микро бисер здесь есть здесь в лечке вот эти цвета я их не смогла потом разделить и вышивала как есть но несмотря даже на все мои огрехи то что я перепутала цвета просыпала бисер лейка получилось все равно яркой сочная замечательная очень красивая лечка из украшений здесь есть вот такой чудесный цветочек вот он прекрасный цветочек и единственное что я здесь решила попробовать все-таки вышивать на лавандовой основе но я бы вам рекомендовала на белой все это было бы подсвечено более ярко более выразительно ну даже так река супер вот нужно сделать задничек шпажку это же будет где-то здесь это речка на моей клумбе красоваться потому что у меня здесь есть же и садовая звезда давайте немножко еще раз и покажу потому что она достойна внимание очень кропотливая работа вот этот прошлого месяца вот я очень очень старалась вышивала эту звездочку это у нас дизайн фирмы джаст нам ну это мой полностью мой подбор замена даже основы снова у меня здесь мурана вот я все подробно рассказывала ссылку оставлю в инфобоксе вы можете посмотреть давайте немножко полюбуемся просто на дизайны какие некрасивы смотрите вот когда она стоит вот здесь мы видим примеру вот так барашки разбегаются по лугу здесь у нас птички так если посмотреть цветочки очень красиво тут тоже такие цветочки вот здесь у нас начинается зайцы история с зайцами вот они побежали с зайцы всего так смотреть как книжка раскладушка здесь у нас вот так разбегаются зайцы по лугу очень красиво интересная вещица смотрите какая она яркая эта звезда с обратной стороны как будто морская звезда как будто живая очень интересно такая красивая игрушка очень ее люблю такое украшение интересное ну и выполнить ее тоже опыт интересный и сама звезда очень яркая прикольно вот поэтому она у меня центральная в этой моей клумбе ну и нужно будет вот мелхилки того до оформлять чтобы они уже правильно здесь могли занять свое место пока я их вот как получается здесь распределяю и третьим финишем этого месяца видите в марте три финиша у меня получилось маленький ну ну финиш и все равно как до времени тоже много занимают и вот такая бабочка бабочка конечно тоже покорила мое сердце она очень очень яркая бархатная за счет того что здесь сочетается крестик черный цвет ниточками и бисер черный матовый и получается такого бархатные бархатные крылышки как бы не сильно видно где там бисер где крестик но ощущение бархата и объема она есть сейчас выключу свет вот эта бабочка она в темноте лучше видно плести такая очень яркая когда со светом она засвечена и вот подальше если поставить она как живая да так будет где-то где-то у вас в вашем рукодельном уголке живая красивая бабочка но она потрясающе конечно тоже ее нужно куда-то обязательно сюда куда-то сюда где-то здесь нужно ей находить место но пока она у меня здесь так вот в корзиночке вот пока моя корзиночка выглядит вот так больше у меня нет каких-то мелочей ну на эту тему да на весеннюю но мелочи буду еще вышивать запасах есть и и конечно же приятно разбавить какие-то свои большие работы объемные разбавить какой-то вот такой вот мелочевкой которая вышивается быстро но получается красиво и очень очень позитивно я в большом восторге от всех этих мелочей быстро все вышивается ну и конечно же приятно вот это три таких вот маленьких финиша давайте теперь пройдемся по процессам посмотрим что я вышивала в марте месяце так следующий процесс из моих начатышей вообще в этом году я хорошо работаю с моими начатыми процессами потихоньку стараюсь их продвигать есть у меня и финиш и в общем я молодец я работаю и из моих начатых процессов я взяла дизайн бисерный это у нас набор фирмы паутинка спас нерукотворные размер работы 20 на 25 сантиметров бисер здесь чехия прециоза цветов у нас здесь всего лишь 10 вот и вот то что у меня получилось на сегодня я вставлю вам фотографию как выглядела работа на начало месяца вот и вы можете видеть как работа продвинулась достаточно хорошо я повышевала соскучилась по бисеру полностью вышит вот этот вот кусок я думаю что если правильно помню примерно неделю я вышивала эту работу и вот за неделю у меня вот такие вот хорошие продвижения обязательно буду возвращаться также и в апреле месяце к этому дизайну возможно получится завершить может быть я буду вышивать один день в неделю и таким образом продвигать за вечер можно вышить достаточно приличный участок бисер мне здесь нравится все в общем-то достойная за исключением бусин бусины пластиковые и в принципе смотрятся они неплохо я не знаю как они будут себя вести в последствии когда работа пройдет какое-то время что будет с этими бусинами они вот здесь вот вот они эти бусины вот здесь есть вот такие вот они таким цветом но это пластик и с обычным покрытием как себя он будет вести я не знаю но в целом видите очень красиво получается красивый бисер здорово вот такая работа обязательно буду продолжать ее вышивать и хотелось бы вот в апреле сделать финиш организация вот так таких вот контейнерах очень очень удобно эти контейнеры у меня именно под бисерные работы с номерками и знаете незаменимая вещь я когда вышиваю я насыпаю себе цвета прямо на работу так как здесь немного цветов и в принципе видео узор он несложный поэтому я не путаюсь в бисере он контрастный и прям вот так вот и вышиваю в общем нужно будет немножечко подсобраться силами как-то организоваться и работу эту в общем-то в апреле месяце завершить было бы очень даже здорово вот и идем дальше еще один процесс которому немножко но все-таки досталось все моего внимания это dimensions gold коллекция номер 8708 называется ангельская мелодия размер работы 28 на 38 сантиметров это рождественская коллекция раритет по счастливой случайности удалось приобрести сразу начала ну вот видите как-то он у меня почему-то медленно вышивается отвлекаюсь разное у нас сейчас вообще такая ситуация в общем что получилось у меня вышить за март месяц я также вставлю фотографию на начало месяца как выглядела работа ну и вы видите что работа подросла совсем ненамного я на самом деле глядя на этот дизайн и так как он вышивается очень просто я думала что я прям рвану и выше половину работы но не знаю вот как-то так у меня получилось что вышилось немного ну знаете как получается вот даже такое продвижение это тоже хорошо как вы видите я так и не доделала вот здесь бэксич какие-то штрихи чтобы перекрутить оставил этот момент на потом скорее всего в апреле этой работой заниматься я не буду потому что у меня появилась идея заняться одним начатышем которым я очень давно не занималась у меня много начатыши около двадцати процессов но периодически конечно хочется брать их в работу вышивать как-то потихоньку вести к финишу периодически нужны и конечно же и финиш и они у меня есть ну и конечно же я ориентируюсь на свое настроение так как у меня много процессов не есть чего выбирать и знаете когда я вот что-то вышиваю вышиваю и начинаю скучать начинаю думать может быть мне что-то начать новеньком не столько наборов таких интересных я же столько всего накупила и вот когда такие мысли у меня начинают идти развиваться то я себе говорю юля начнем начни начатыш возьми свой список меня вот на рабочем столе есть вот такой файлик красивый и здесь мой список с начатышем я когда беру этот начатыш список начинаю смотреть какие у меня здесь есть процессы достаточно интересные знаете я начинаю выбирать именно из вот этого списка это моё меню на на сегодня и посмотрите и вот из этого списка у меня уже в общем то несколько работ и завершились именно из начатышей которые перешли с прошлого года у меня три финиша плюс три моих мелхилки которые вышились ну я считаю совсем даже неплохо я считаю что я хорошо потрудилась при том что я продвигаю другие процессы достаточно объемные достаточно сложные к примеру как ангел мира очень тяжелая работа и она у меня вышита больше чем на половину процентов 60 вот поэтому я считаю что я молодец я хорошо продвигаю с моими процессами вот где-то больше получается где-то меньше главное есть у меня какой-то прогресс вот так получилась эта работа были у меня планы просто наполеоновские взять и раз и и вышить ну вот как-то она идет так вот медленно значит пока не пришло ее время другой процесс у меня просится в работу об этом вы узнаете в рукодельной неделе которая выйдет ну я думаю следующем видео вот и мы перейдем к следующему процессу так еще один процесс такой процесс который я вышиваю в основном вечером он у меня прикроватный ленивый в общем то это моя дорожка которую я хочу вышить такой экспериментальный процесс но мне нравится то что получается это у меня здесь аида из китайского набора знаете какие то вот китайские набора раньше были в плотной жесткой основой здесь десятый каунт основа мне нравится кто что она плотно как раз вот для дорожки чтобы стиралась чтобы выдерживала такая вот с какой-то синтетикой и вышиваю нитками пнк в 3 нити до пнк в 3 нити так как нитки взяла из своей коллекции соответственно каждого цвета по одному моточку в коллекции то и мои звездочки они все разного цвета просто взяла одну тональность все нитки которые были и вот один моточек у меня уходит на одну такую звездочку вот у меня выше то 3 вот эту третью в марте я завершила и вот приступила к четвертой совсем чуть-чуть видите выше то и предстоит мне вышить еще я считала по моему еще шесть до дорожка такая длинная вот еще шесть потом звездочек и по итогу я буду обшивать кружевом здесь пойдет кружево у нас она продается просто докуплю и вперед вот что еще сказать по этому процессу ну в принципе здесь все хочется вышить к осени поэтому потихонечку буду продолжать вот так вот вышивать если будет получаться по одному такому элементу в месяц я думаю это чудесно потом где-то я поднажму и вышлю побыстрее побольше чтобы к осени успеть вот такой процесс и идем дальше пыталась я вышивать этот дизайн но так как процессов много соответственно и этому дизайну немного досталось вот ну и в этом году у меня просто маст хэв завершить эту серию меня два вышита огонь и воздух а вода и земля не вышит и его знаете вроде бы как пытаюсь их вышить их уже столько лет но всегда какие-то другие дизайны перебивают и вот все руки не доходят в этом году я себе поставила цель обязательно вышить его дома как бы мне этот процесс встроить в мою ротацию чтобы его вышивать и знаете жизнь подсказала захотелось устроить совместный проект чтобы мы немножечко как-то отвлеклись как-то смогли продолжать нашу нашу жизнь да и и нужно продолжать и я решила устроить совместный проект рукодельный урожай мы будем шить до шевать и вышивать эти дизайны которые у нас не вышиваются либо просто мы хотим вышивать их в компании вот вышиваем абсолютно любые дизайны которые вам нравятся просто вышиваем вместе и у нас условия очень простые по понедельникам мы отчитываемся минимум 200 крестиков и раз в месяц мы отчитываемся в общем да что у нас вышита за месяц чтобы я смогла по вашим фотографиям и вашим комментариям сделать видео отчет показать что вы вышивали как у вас продвигалась ваша работа вот и поэтому я взяла в первую очередь в этот процесс в этот совместный проект этот дизайн я вставлю фотографию на каком этапе он у меня был и вы видите что у меня уже есть продвижение да я так соскучилась за этим дизайном что вот как только объявила об совместном проекте там буквально воскресенье по моему я уже и его взяла решила попробовать что-то повышевать какой-то бэкстич потому что работа долго лежала нужно было разобраться с ней и я поняла что да я соскучилась неинтересно мне очень нравится вышивать этот дизайн он легкий яркий сочный единственный минус а здесь у производителя неправильно сделан расчет на черные нитки вот вы видите вышит какой маленький кусочек до процентов может даже 20 наверно нет процентов наверное 18 но я так на глаз да вы видите вот что я внизу здесь вышиваю и черные нитки уже закончились черные нитки закончились ну ладно черные это не проблема у меня запасы обширные конечно же вот бэкстич здесь вышивается в две нити мне такой вопрос нужно будет посмотреть прошлое дизайны я как вышивала может быть в одну может быть в весельно жирно нужно начала в две нужно будет наверное завершать дальше вышивать в две я общем подумаю ну вышиваю как по ключу бэкстич в две нитки ярко конечно классно но нитки видите уже на сразу на старте закончились может быть поэтому у них и сняли с производства что здесь какой-то недорасчет я знаю что эти дизайны девочки и ищут и постоянно просят эту схему то ключ что нитки то еще продать что-то но я тоже в далеко от вас я живу в греции доставка у нас дорогая поэтому не могу с вами поделиться никакими образцами вот единственное что пишите производителю бывает так что производители реагируют и делают перевыпуски почему бы и нет может быть они доработают серия великолепно я знаю очень много девочек ищут вот эту серию именно с этими подушками стихии поэтому пишите на сайт производителя и вот так вот может быть коллективно добьетесь и будет перевыпуск почему бы и нет я вообще люблю панну дизайн у них великолепные прекрасные у меня оказывается много закупленной спаны и потихоньку буду вышивать и их наборы вот но в этом году у меня плане вот не знаю как ну вот эти два круга нужно дошить чтобы уже оформить эту серию сколько же можно вот такие мои новости надо посмотреть еще может быть я что-то забыла из процессов да вроде бы нет вроде бы процессы я вам все показала давайте перейдем у меня есть еще один финиш очень интересный посмотрим и ну наверное это будет и все а вот он и еще один финиш финиш не стандартный финиш не вышивка а финиш готовая готовый текстильный мешочек да я вам показывала что я купила машинку в планах у меня учиться шить машинка пришла ко мне не настроенная и ну как бы я сама вот с нуля полностью читаю инструкцию смотря видео пыталась ее настроить но поняла что конечно это невозможно я не нашла способа ее настроить она у меня очень быстро шьет на медленном режиме на улитке она должна шить медленно она у меня шьет достаточно быстро машина очень мощная мотор 90 ватт сила есть она тяжелая такая хорошая вот и она у меня отправится еще нет просто отправиться к производителю на сервис на настройку но вчера было у меня время и не так руки чесались я думаю ничего я справлюсь я справлюсь даже на высокой скорости хочется пошить мешочек ну и честно вам скажу шила практически как ниндзя мне приходилось регулировать поправлять ткань два раза пришлось распускать какие-то строчки потому что съехала и скосила но в целом я в общем-то как бы справилась с задачей и знаете вот для первого изделия я честно я довольна конечно здесь есть огрехи но для первого изделия я действительно довольна единственное что вот мне не нравится что я вот закосячила нужно было мешочек сделать чуть-чуть все-таки пошире я когда формировала посмотрела на вышивку думаю ну вот с краю даст оставила определенное расстояние и подумала что достаточно такого расстояния не нужно делать больше и в общем то так вот и отрезала а вот в котовом мешочке я уже понимаю что все-таки нужно было делать по сантиметру побольше чтобы он был у меня по объем не но в целом как бы сама конструкция в собой зелье у меня получилось достаточно симпатичным вот покажу вам внутри как у меня тканюшка я показывала вам уже ткани она ты в рукодельной неделе показывала какие ткани здесь же я вам не показывала точно забылась вот так вот выглядит мешочек красивая ткань внутренняя с внешней сочетаются мне нравится вот так вот с обратной стороны синий горошек классика классичная масло масляное тканюшка такая себе не очень такой ситец тоненький но что было вообще это изделие я сшила вообще из тех запасов которые у меня были то что я покупала на довес просто так увидела и купила да было недорого и купила и все думала себя ругала покупая потом ругаю думаю зачем это покупаю зачем я вот это все складываю хомяк такой накопила там сундуки с этим богатством а вот вчера достала все тканюшки какие-то рюшечки какие-то ленточки все пригодилось оказывается все стало пригождаться какая я молодец и флизелинчик у меня нашелся вот все-таки приятно вот пришила также здесь декоративного такого кружева кружева синтетическое не забыть бы его не дай бог погладить потому что она припечатается вот но знаете первое изделие мне хотелось опробовать вот из того что было вечером я открыла свои запасы решила здесь я кружева пришила снизу сверху чтобы она не ерзалась вот так просто пристрочила здесь почему только сверху я пришила не знаю что-то его поставила вот так ну ладно пусть будет кубышку я вам показывала как я ее вышивала вышивала на родной основе девочки удивлялись как я выдержала такое испытание ну вот видите выдержала и когда проклеила флизелином так хорошо крепенько стала чудненько поэтому вот для таких изделий совсем и неплохо взяла две потом красные ленточки сочетаются с красненьким узорчиком две бусинки вот такие у меня нашлись в общем вот как-то так будет завязываться мешочек может быть нужно было верха больше оставить чтобы так как-то по пушисте было вот вот так вот у меня получилось в целом изделия видите аккуратно и изделия аккуратно получилось как вам показать вот как-то так такой вот мешочек мужу понравилось он говорит такие красивые сочетания цветов очень ему понравилось не знаю что их как я буду использовать хочу насыпать сюда каких-нибудь орехов поставить мы миндаль любим кушать особенно муж можно насыпать поставить он красивый заполнить форму и их планах у меня еще конечно же шить какие-нибудь мешочки сумочки ну буду стараться пристраивать все мои вышивки знаете вот этот первый опыт был для меня очень важный мне было интересно смогу ли я получится руки у меня сработают правильно и я рада то что во первых получилось для первого изделия более-менее нормально во-вторых мне понравилось у меня как бы интерес у меня стал расти к текстилю что еще можно пошить попробовать до разные какие-то вещицы вот поэтому я рада что купила машинку буду дальше учиться шить буду делать какие-то вещи уже есть у меня на 2 от хочу пошить одну сумку я уже себе придумала какую и сумочку для каких-то вещей я вам потом покажу для чего как я буду шить ну и скорее всего пошли еще один мешочек тоже мне нужно будет вот такие вот у меня здесь задумки пока машинка моя отправится папа полечиться а потом я сразу займусь может быть успею съездить и докуплю каких-то тканей потому что ткани у меня маловато ну вот даже то что у меня было видите как в общем-то неплохо и получилось симпатично я рада я рада я рада вот вчера сделала и не могу никак налюбоваться нарадоваться что у меня получилась вот такая вот красота вот вот такие у меня получились итоги за март месяц у меня получилось четыре финиша три мелхилки яркие позитивные текстильный мешочек немножко я повышевала моих процессов ну в принципе достаточно нормально главное есть какие-то результаты двигаемся вперед а на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока